Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Будущая Азербайджана за зеленой энергетикой. Данный переход будет полномасштабной революцией в энергетическом развитии всего региона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиф накануне на церемонии открытия в Баку городахской солнечной электростанции. Сейчас, учитывая, что мы по-прежнему богаты ископаемыми ресурсами, мы переходим к зеленой повестке дня. Это осознанный выбор. Это наш вклад не только в будущее развития Азербайджана, но и в решение вопросов, связанных с изменением климата. Открывая крупнейшую солнечную электростанцию в Каспийском регионе СНГ, Ильхам Алиф отметил, что Азербайджан не ограничивает программу по возобновляемой энергетике лишь электростанциями, работающими за счет энергии солнца. В будущем регион будет получать энергию ветра и воды. Алиф отметил, что Карабах, восточный Зангизур и Нахчван уже объявлены зоной зеленой энергии в стране. Также Ильхам Алиф обратил внимание, что зеленая энергетика позволяет Азербайджану развивать не нефтяной сектор, чтобы снизить зависимость экономики от нефти и газа. Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан поставляет электроэнергию на международные рынки и в этой связи есть дальнейшие планы. В частности, Алиф напомнил, что в декабре прошлого года Азербайджан подписал соглашение в рамках создания проекта энергетического коридора Каспий-Европейский Союз. Глава государства отметил, что в рамках проекта сегодня готовится техника экономической обоснования по поставкам электричества по дну Черного моря в Европу. Также заявил Алиф, в ближайшие годы Азербайджан намерен экспортировать зеленый водород. Напомним, накануне Ильхам Алиф вместе с министрами правительства Объединенных Арабских Эмиратов принял участие в церемонии открытия городакской солнечной электростанции, проект которой реализован совместно с компанией Маздар из Арабских Эмиратов. Еще две солнечные электростанции будут построены в Невчалинском и Белесуварском районах страны. Встреча премьер-министров Азербайджана и Армении Алиасадова Никола Пашиняна при посредничестве главы правительства Грузии Раклия Гарибашвили прошла накануне во дворце Мухрани под Белиси. Встреча прошла на полях 4-го международного форума «Шелковый путь». Как сообщают СМИ, переговоры длились несколько часов. Подробности не приводятся. После переговоров премьеры вместе отправились на гала-ужин и сели задним столом. Сегодня грузинский лидер Раклия Гарибашвили, комментируя прошедшую встречу, отметил, что официальный Тбилиси заинтересован в установлении долгосрочного и стабильного мира в Закавказье и готов выступать посредником в этом процессе. Грузия как беспристрастный и нейтральный посредник готова к посредничеству между Азербайджаном и Арменией. Правительство Грузии готово содействовать установлению долгосрочного мира в регионе. Напомним, с таким предложением власти Грузии выступают на регулярной основе. Во время недавнего визита в Тбилиси в этом месяце президент Азербайджана Альхамалиев на совместной пресс-конференции с Гарибашвили заявил, что учитывая исторические и географические факторы, Грузия могла бы также сыграть роль посредника в переговорах между Баку и Ереваном. И что они с грузинским премьером обсудили возможность начала консультации в формате Азербайджан-Армения-Грузия в случае согласия армянской страны. Напомним, что Тбилиси уже посредничал между Баку и Ереваном. Так, в июне 2021 года при посредничестве Грузии Армения передала азербайджанской стране карты минных полей. А власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных. Позже премьер Грузии выступил с инициативой мирного соседства. Предложил Баку и Еревану создать региональную платформу неформального диалога. Сегодня же премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили заложили в грузинской столице фундамент нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гидара Алива. Церемония приурочена к столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана. Ереван рассчитывает на азербайджанский газ после урегулирования всех политических разногласий между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра территориального управления инфраструктуры Республики Армения Акоп Варданян на полях Тбилисского международного форума «Шелковый путь». Замминистр обратил внимание на то, что в советский период был подобный опыт. Армения получала газ из Азербайджана под трем газопроводом. Прекращение газоэлектроснабжения из Азербайджана в Армению из-за конфликта стало шокирующим событием для газовой и электроэнергетической системы Армении. В советское время мы покупали газ у Азербайджана, и тогда мы начали строительство нового газопровода через Грузию для поставок газа в нашу страну. Надеюсь, что в нашем регионе наступит мир, и мы сможем сотрудничать и диверсифицировать наши энергосистемы, как в те времена. Армянский чиновник подчеркнул, что поскольку Армения находится в центре региона, открытие ее границ с восточными и западными соседями может создать большие возможности. Он отметил, что Армения могла бы играть роль в транспортировке и экспорте электроэнергии из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении, а также экспортировать электроэнергию в обе страны. По утверждению Акопа Варданяна, Армения также может стать самым коротким коридором не только для Азербайджана и Турции, но и для Грузии и Ирана. Отметим, что на сегодняшний день Армения получает газ из России и Ирана. Индия изучает возможность поставки Армении новой партии оружия и боеприпасов. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники. По данным издания, высокопоставленный представитель Армении провел в индийской столице Нью-Дели переговоры о поставках вооружений, которые будут осуществляться на основе контрактов, подписанных двумя странами еще в сентябре 2022 года. Сумма контрактов составляет 20 миллиардов рупий, это свыше 240 миллионов долларов. В соответствии с ними Индия ранее поставила Армении реактивные системы залпового огня Пинака в собственной разработке, которые впервые были проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов. Сообщается, что поставки оружия осуществлялись по транспортному коридору через территорию Ирана. Ранее другое индийское издание Indian Defense Research Wing заявило, что в начале августа оборонная компания Индии Пхарат Фордж ЛТД передала Армении 6 буксируемых гаубиц АТАКС в рамках контракта на сумму 155,5 миллионов долларов. Сделка предусматривает поставку Армении в течение трех лет 90 артиллерийских орудий этого типа. Добавим, что на днях 23 октября глава Минобороны Армении Сурен Попекян и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню подписали в Париже соглашение о военном сотрудничестве. Соглашение стало первым в истории, которое Южно-Кавказская республика заключила со стороной членом НАТО. Документ подразумевает поставки Парижем Армении трех радиолокационных систем GM-200 от французской оборонной группы ТЭЛС, а также переносных зенитно-ракетных комплексов Мистраль, объемы поставок которых не называются. Кроме того, Франция направит в Армению военного советника. Париж займется подготовкой армянского спецназа, а также снайперов для улучшения боевых навыков в горных условиях. В начале октября, когда стало известно о намерении Франции начать поставки Армении вооружения, президент Азербайджана Ильхам Али заявил, что таким образом Париж может стать виновником нового возможного противостояния между Ереваном и Баку. Ранее, поясняя свое военное сотрудничество с Францией, власти Армении заявили, что Ереван ищет нового партнера по безопасности, поскольку, по их утверждению, было ошибкой полагаться в этом вопросе исключительно на одну страну, а именно Россию. А на этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. До свидания.